2011 годом датируется начало сотрудничества Якутска с ООН в область программы развития городов Хабитат. Еще тогда столицу наградили грамотой за проект комплексного развития городской инфраструктуры в условиях Крайнего Севера, рассказывает Иван Подойницын. Сегодня в окружной администрации глава города подписал соглашение с представителем ООН Хабитат. Ныне закрепленные на бумаге взаимоотношения нацелены на совместную реализацию программы профилирования жизнеобеспечения города, в частности на использование инструментария успешных мировых практик, находящихся в активе у международной организации. По Якутску будут, конечно, проводиться многочисленные семинары. Уже сегодня эти семинары экспертов ООН уже начали с руководством администрации города, профильных наших управлений вести. Будут также проводиться изучения экспертами ООН по разным направлениям тех проблем, угроз, которые перед городом стоят. И это не секрет, это эмиграция, перенаселенность долины Туймада, это социальная изношенность коммунальной инфраструктуры, это нехватка социальной инфраструктуры, проблемы с транспортной инфраструктурой. Есть вопросы, связанные с появлением новых общественных пространств в нашем городе. На данный момент программа Хабитат работает в 40 городах мира. В нашем случае она рассчитана на два года и подразумевает методологический подход в анализе факторов устойчивости города и функционирования его инфраструктурной основы. Опираясь на эти данные, международные кураторы будут помогать в дальнейшем планировании стабильного развития процессов жизнеобеспечения столицы. Я думаю, что первый шаг, который уже сделан, это стратегический план до 2032 года с прогнозом увеличения населения с 300 до 500 тысяч за 15 лет, с фокусом на расширение материальной и социальной инфраструктуры, включая расширение жилого сектора, больниц, водно-канализационных систем. Это уже большой шаг вперед, а идея, представляющая нашу программу, это управление рисками и защитой инвестиций.